Новый российский электровоз ЭП-20 завершает программу доводочных испытаний. Обкатка машины происходит на скоростном полигоне в Краснодарском крае, на перегоне Белореченск-Майкоп. Локомотив на максимальной скорости вписывается в повороты, маневрирует, тормозит. А специалисты по сигналам сотен датчиков исследуют самочувствие новинки. Мой коллега Дмитрий Андреянов доложит о готовности ЭП-20 к работе. Участок дороги Белореченск-Майкоп переходит на особый режим движения. По перегону длиной 24 километра, три часа будет курсировать литерный состав из двух локомотивов и спецвагона. Для других поездов, пассажирских и грузовых перегон закрыт. Дежурная по станции Ханская здесь начало экспериментального маршрута так и объявит. На первый путь прибывает испытательный поезд номер один. Это сцепка из электровозов нового ЭП-20, его предшественника ЭП-10 и вагонолаборатории. Параллельный путь освобождают под испытательный поезд номер два. Специалисты по заказу Министерства обороны исследуют вагон для перевозки вооружений. Там есть набор всех кривых, допустим, малого радиуса. От малого радиуса до большого, то есть который существует на сети дорог. Если в кривой 350, там максимальная скорость 80, то уже в кривой 500 метров, там 100. Новый российский электровоз ЭП-20 на Белореченском полигоне проходит этап тягово-энергетических испытаний. Экспериментальную машину обкатывают во всем диапазоне скоростей от нуля до 200 км в час. Подвергают серии разгонов и торможений, вписывают в крутые повороты. Внутри весь локомотив опутан проводами. Они тянутся от сотен датчиков к вагону лаборатории. Параметры считывает специальная аппаратура. Сигналы тут же перерабатывает цифровой преобразователь и в виде понятных графиков и диаграмм выводит на монитор контрольного компьютера. А на этом стенде инженеры предлагают новому электровозу дополнительные вводные. Умная электроника машины обязана правильно реагировать на возможные отказы и отклонения. ЭП-20 с бортовым номером 001 не поставит на полигоне рекорд скорости. Программой испытаний это не предусмотрено. А вот следующая машина той же модели, она придет на обкатку через несколько дней, разгонится до предельных значений. Машина в принципе неплохая. Характеристики тяговые получаются хорошие, близкие к техническому заданию. Сила тяги данной машины, если сравнивать с электрозом, по 10 где-то на треть выше. По окончанию испытаний на трассу полигона выйдет измерительная сцепка. Путейцы проверят, какую нагрузку новый локомотив оказывает на дорожное полотно. Тогда комплекс технических исследований электровоза можно считать завершенным. Разработчики ЭП-20 предполагают запустить машину в серию осенью нынешнего года. Продолжение следует...